Есть всегда вопрос о религиозном отношении к современным медицинским вещам. Да, я хотел тоже об этом поговорить. Да, ну, например, скажем, искусственное оплодотворение или сурагатное материнство. Например. Вот по этому вопросу в аудаизме всеобщее мнение, что да, это можно, и да, это нормально, и не надо думать, что я с Богом так сделал, то это неестественно, ничего подобного. Все, что Бог дал врача облечить, все это так же естественно, как и естественное. Поэтому не нужно говорить, что нужно естественными методами, только рожать искусственное оплодотворение ничем не хуже, чем любая дорогая медицинская операция. И если у человека сломалась рука, то не нужно говорить, пусть она естественно заживет. Нужно идти к врачу и делать операцию, и, так сказать, и все это делают. Поэтому в этом вопросе, например, даже те, кто религиозные, скажем, более консервативные, принимают модернизм в медицинских вопросах. Например. А вот в вопросах государства Израиля или науки, или искусства меньше принимают. Может быть, потому что медицина уж слишком сильно влияет на нашу жизнь. А если мы имеем вопрос, например, эвтаназии? С эвтаназией ситуация такая. Весь сиудаизм полностью и модернистский, и классический против активной эвтаназии. Здесь различается активная эвтаназия и пассивная эвтаназия. Пассивная эвтаназия – это дать человеку умереть, если он безнадежный. И вот это разрешается. То есть, ну, например, скажем, что такое дать умереть? Например. Если умер мозг, да? Да, да, нет. Но мозг умер – это вообще смерть. Это однозначно. Имеется в виду не… Если искусственно его поддерживать. Нет, если есть смерть мозга, то этот человек умер, и можно, скажем, практическое следствие, можно делать пересадку органов. Единственное, такие вещи разрешают пересадку органов любых. Разрешают? Да, да, да. Но вопрос, когда человек при смерти, и все выачи говорят, что это безнадежно, то нужно ли подключать к этому искусственному аппарату, который будет поддерживать его, и он будет дальше без сознания, и будет, как бы, так сказать, в коме, безнадежный совершенно. Но при этом это может держаться месяцами. Или его можно не подключать. Вот общее мнение, что не подключить можно, и это называется пассивная эвтаназия. То есть не пытаться сделать оживление, когда это безнадежно. Но активная эвтаназия, то есть дать какие-то таблетки или инъекции, чтобы человек умер, пояснить, это нельзя с точки зрения всех направлений в аудаизме.